Всем привет, друзья! Меня зовут Михаил. Сейчас я занимаюсь тем, что создаю для своей компании, компания у меня занимается гостиничным бизнесом, создаю для своей компании систему управления базой данных, сокращенно это СУБД. И вообще, в принципе, СУБД, ну это много чего можно назвать СУБД, это, в принципе, база данных и массив данных, которые подлежат какому-то определенному хранению и, в принципе, их обработке. СРМ-система, да, то есть это клиентоориентированная система, которая соберет данные о клиенте и, в принципе, описывает все взаимодействия, которые присутствуют между бизнесом и клиентом. Есть еще АРМ, это автоматизированная рабочая система, которая призвана улучшить качество работы, а также отслеживать всю ситуацию, которая происходит на рабочем месте. Что же хочется создать мне? Ну, наверное, скорее всего, система, которая обладает всеми вот этими характеристиками, а не только мы работаем с клиентом, да, или мы только создаем рабочее место, мы еще должны решить вопрос операционки и контроля за ситуацией, которая сейчас происходит в компании. Что для этого я сделал? Вообще, кстати, можно воспользоваться достаточно простыми решениями, то есть можно, конечно, походить по рынку, посмотреть те или иные предложения, которые сейчас предлагаются на рынке по именно вашей сфере деятельности, либо можно попробовать простым, дедовским, как говорится, сейчас уже способом это попробовать создать все это в табличном виде и как-то каким-то вот таким вот образом замечательным работать. Я же сейчас вам как раз хочу показать, что на базе инструментов от Гугла, да, то есть это самые такие, что у них есть бесплатные инструменты сейчас, которыми можно воспользоваться, и, в принципе, на каком-то этапе их будет достаточно, пока вы не осознаете и не поймете, что вам нужен свой продукт, который будет написан исключительно под вас. Вы знаете, все какие-то интересные бизнес-решения, они как раз всегда начинались именно с таблички. А потом уже надевались программисты, которые переделывали все вот эти решения уже в удобный продукт, который необходим именно бизнесу. Смотрите, я занимаюсь гостиничным бизнесом, и во всех гостиничных сервисах, которые бы вы не подключили, там, как правило, всегда есть шахматка. Вот у меня здесь представлена шахматка, так как у меня существует пять подразделений, четыре это стационарных отеля, и пять это, скажем так, пятое это апартаменты, это какое-то определенное количество квартир, которые объединены в группу апартаментов. Существует с чем? Что вот в этой шахматке есть пять подразделений, и за каждое подразделение отвечает тот или иной администратор. Соответственно, у каждого подразделения есть свои издержки, свои расходы, а также есть свои доходы. И моя задача получать как руководителю компании, как собственнику компании, не в общем и целом, да, видеть всю картину, что вот мы заработали миллион, там, заплатили там 1600-1700, 300 тысяч осталось чистой прибыли. Ну, вроде как бы казалось, все просто. Нет, важно, если вы занимаетесь бизнесом, учитывая все нюансы, и понимать, насколько хорошо справляется ваше производственное объединение, и не стоит ли там что-нибудь изменить или поправить, или, например, в срочном порядке пересмотреть тот подход, которым вы пользуетесь. Потому что зачастую, когда бизнес все это дело обобщает, и все скидывает в общую картину, и не видит самого главного, что происходит на его том или ином объекте, а в бизнесе принято реагировать сразу же. Ну, и плюс нужны какие-то определенные данные, которые вам подскажут, куда тратить деньги. И, казалось бы, да, вот еще раз говорю, простой инструмент, такой, как Google таблицы, формы Google, документ Google, сайт Google, и для тех, кто не знает, еще есть бесплатное приложение, которое можно сделать на основе этих же бесплатных инструментов от Google, и использовать вот эти массивы данных, которые вы сейчас формируете, собираете в Google таблицах, можете впоследствии все это сделать в удобоваримом мобильном приложении и пользоваться. Сейчас я нахожусь в стадии разработки, то есть основная цель, задача – это сформировать таблицы, сформировать формы и проработать некий алгоритм действий, который должен выполняться сотрудник, и после чего дальше все это будет переноситься в приложение. Так вот, смысл в чем, да, сейчас я вернусь обратно, как говорится, к шахматке. Это как бы стандартное окно, где менеджер может посмотреть и увидеть в какой-то промежуток времени тот или иной номер свободен, либо он занят, или какой-то там отель. Это, конечно, удобно, но здесь неудобно считать, и нужно не только, чтобы вы понимали, здесь считается вот в этой как бы системе, в этой системе считается не только, когда заезжает человек, сколько он оплатил, но еще считается и заработная оплата сотрудников, и показывается ликвидность номера, отеля в целом, показывается средняя загрузка отеля в процентном соотношении, в натуральном соотношении, плюс по каждому номеру. Вот, но это все неполная картина, которую хотелось бы, если вы занимаетесь бизнесом, получить. Так вот, смысл в чем? У меня есть еще и другая таблица, например, там, да, то есть, которая называется уже операционка, и в которую как раз вот стекает. И вот обратите внимание, что здесь есть некий какой-то массив данных, который достаточно скучный, вы еще там, ну, понимаете, есть там столбцы и строчки, что там найдешь. Без использования фильтров это очень трудно найти, ну, и опять же, надо все перепроверять и, опять же, ограничивать действия тех или иных сотрудников, чтобы они не навредили формулы, которые здесь используются. По поводу, возвращаясь к шахматке, так вот, шахматка, это удобно визуально. А вот с точки зрения обработки данных, то все-таки лучше таблицы. Объясню, почему. Потому что на основе вот этих ячеек, которые здесь вот сформированы, можно уже, в принципе, перекидывать эти данные во что-то куда-то, и, в принципе, на основе этого вырисовывать ту же шахматку и делать какие-то определенные графики. Давайте я вам сейчас просто покажу. Если мы вот возьмем, скажем так, сейчас эту же таблицу, скажем так, клиенты или шахматку, да, это примерно, условно говоря, одно и то же, да, но вот посмотрим, как это работает через форму. И обратите внимание, да, то есть я могу увидеть здесь, вот в этом месте, например, какой отель чаще всего пользовался, какой номер в отеле пользовался чаще всего, какой средний чек, я также могу это увидеть по тому, сколько люди платят, это все, в принципе, видно. Также можно посмотреть, какая была оплата, да, вот, если вот этот кружочек, то есть это вот оплата, нал, безнал, терминал, то есть сразу идет по трем потокам, и ты уже прекрасно понимаешь, что тебе нужно вычленить, какой вопрос задать бухгалтеру. То есть не надо долго заморачиваться в плане того, чтобы задать вопрос, то есть эта ситуация происходит здесь и сейчас, и в отличие от принципа бухгалтерии, да, когда бухгалтеры все живут постфактум, и, в принципе, они являются агентами налоговой, которые, в принципе, закладывают все ваши данные, загружают налоговую самолично, да, то есть и пойди потом разбери, пойди и защищи какие-то денежные средства для того, чтобы потом запустить какой-то процесс, потому что изначально нужно, как говорится, заплатить себе, закрыть все свои издержки, а потом уже отдать государству. Также у меня здесь есть тип клиента, это, например, организация, это агентство, это физические лица, это три направления, где я должен понимать, то есть что наполняет, скажем так, условно говоря, мой пирог денежный, с кем мне лучше и выгоднее сотрудничать. То есть видите, я сейчас рассказываю, да, это уже тупо маркетинг, это, то есть мы разбираем все действия, раскладываем их по полочке и видим, какие действия нам принесли хороший результат и впоследствии мы понимаем, куда нам все-таки направить инвестиции свои, для того, чтобы их умножить намного быстрее, чем это делалось бы, если бы не было вот этих таблиц. Что еще? Назначение проживания, кстати, очень тоже интересная тема, это тоже, конечно, это осуществляется некий сбор данных, который мы сами для себя его проводим, да, и делаем, как бы, вставляем галочку. Вот есть в гостинице люди, которые приезжают на длительный срок, и в основном это в командировку, есть люди, которые приезжают для того, чтобы, ну, просто переночевать там, да, есть люди, которые приезжают, чтобы просто помыться в номере, потому что, ну, дальнобойщик, который приезжает, вот он ехал-ехал долго, да, увидел отель, позвонил и спросил, можно у вас помыться? Да, можно помыться. То есть цена вопроса – это уже не целые сутки, это там полсуток, и нам выгодно сдать его тоже за полсутки. Почему? Потому что так номер может простоять, а с другой стороны мы можем в течение дня заработать еще раз. То есть один и тот же номер может принести, скажем так, прибыль дважды. Также есть у нас данные, откуда поступили. То есть вот он, простой маркетинг, когда, знаете, не надо оплачивать маркетологу заработную плату, когда вы, в принципе, если грамотно настроите все ваши бизнес-процессы, ваша компания, то данные, которые будут поступать в виде каких-то ответов, вы увидите самое главное, да, то есть то зерно разума, скажем так, при помощи которого вы сможете увидеть проблемные места, а также увидеть то, что вам приносит доход. То есть ваше действие, оно уже здесь зафиксировано. Это очень важно. Поэтому, занимаясь бизнесом, я всем рекомендую начать как бы с простых каких-то вот таких действий, как таблица. Вот. И чуть позже я буду загружать, показывать все какие-то будут, ну, буду загружать видео и показывать, как работает приложение, если это будет интересно. Вот. А также, если вы тоже занимаетесь бизнесом и не знаете, как структурируете, как организовать ваши все бизнес-процессы, вы, в принципе, можете со мной связаться, и я вам, в принципе, подскажу, либо вас проконсультирую, но это уже как бы услуга будет платная, и, соответственно, те результаты, которые вы увидите впоследствии, они будут оправданы. На этом все. Понравился ролик? В общем, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо, до свидания.